Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Здравствуйте, дорогие друзья! Напомним, ну так, немножко для эрудиции наших телезрителей, что поговорка «Будет и на нашей улице праздник». Это как раз про праздник престольный, когда раньше в старину практически на каждой улице стоял храм. И храм, условно говоря, собирал людей с ближайших улиц. Вот на нашей улице завтра праздник. Завтра Бог даст к нам приедет митрополит. Будет красивое архиерейское богослужение. Ну а сегодня давайте поговорим о святой мученице Татьяне и о студенчестве и обо всем, что сопутствует завтрашнему празднику. Начать, конечно, в первую очередь хотелось бы с Татьяны. Вот. Что это за святая? Ну, может быть, понятное дело, что ее житие очень краткое. Ну, давайте напомним о том, когда она жила, при каких обстоятельствах пострадала и как ее вообще церковь именует. Святая мученица Татьяна жила в III веке и в Риме. Была дочерью богатого человека, который воспитал ее в христианской вере. Вот. И она была диаконисой. То есть это был такой чин служения в церкви, порученный женщинам. Ну, об этом мы, наверное, поговорим. Пострадала она при императоре Севере, если меня не изменяет память. Да, Александр Север. Да. Это было одно из таких жестких гонений, одно из предпоследних, по-моему, таких вот объемных, массовых, в котором она приняла мученическую кончину в Риме и прославлена тем самым в лике святых мучениц. Вот. А со студенчеством связан этот праздник тем, что в этот день в Москве был основан старейший, первейший наш университет, Московский государственный университет. С тех пор этот день считается днем студенчества, а святая мученица Татьяна стала покровительницей студенчества российского. Только вот, например, у отца Андрея Кураева есть очень интересная точка зрения на тему того, что этот праздник трагический и что вообще его не нужно праздновать в том смысле, что на самом деле до МГУ у нас был университет, причем был, ну, назовем это классический европейский университет, славяно-греко-латинская академия. Собственно говоря, которую Ломоносов, инициировавший создание МГУ, и окончил. Вот, блестяще. И существовала она с 1695-го, в общем, короче говоря, в конце 17-го века. 1685-й или 1695-й год была основана. И когда в 1755-м году было инициировано создание МГУ, то, по сути дела, произошло то, что немыслимо для европейского образования. Отделение богословского образования от светского. И с этого момента у нас появилось две интеллигенции. Интеллигенция в пиджаках и интеллигенция в рясах. Вот. В то время, как, например, если мы даже сейчас приезжаем, ну, в тот же Оксфорд или старейшие европейские университеты, то там, во-первых, находим историю того, что этот университет вырос из богословского факультета. Вот. С другой стороны, в этот университет богословское знание, богословское образование интегрировано. И, собственно говоря, именно это и делает его университетом. То есть образовательным учреждением, которое дает универсальное знание. То есть и знание теологическое, богословское, и знание светское, научное. Вот. Ну, это так, немножечко для справки. Немного грусти. Немного грусти в этот праздник, да. У нас вот этот праздник немножечко с такой драматичной окраской. Тогда вернемся вот к тому, о чем вы сказали. О том, что святая мученица Татьяна была диаконисой. Думаю, что наши телезрители вообще не представляют, что это такое. Редко кто об этом читал, знает. Давайте напомним. Это на самом деле сложный вопрос истории церкви, потому что апостол Павел упоминает в одном из посланий диаконису Фиву. Ну, по-гречески так и называют ее диаконисой. Вот. Но что он конкретно вкладывает, не совсем ясно. В другом послании апостол, перечисляя, какими качествами должны обладать епископы и священники, и диаконы, след за этим говорит о неких женщинах и перечисляет качества, которыми должны обладать они. Вот. Некоторые исследователи видят и в этом, что кто-то говорит о женах, значит, диаконов и епископов, а кто-то видит в этих женщинах как раз вот диаконис. Вот. В древней церкви еще было служение вдовиц, и с этим как-то тоже перекликаются. После Павла говорит, что служение вдовицы, в чем-то оно было, диаконисы, это женщина, которая должна быть старше 60 лет. Вот такой возраст полагает. В собрании деяний Первого Вселенского Собора и Четвертого Вселенского Собора также есть упоминания о диаконисах. Причем они противоречивы в чем-то. Видимо, это служение по границам Римской империи по-разному представлялось и понималось разными епископами. Ну да, потому что, судя по тому, как вы это описали, святая мученица Татьяна вообще не подходит. Она и относительно молодая девушка, она дева, то есть она не жена диакона, вот, и она диакониса. Очень по-разному на самом деле, потому что вот в деяниях Четвертого Вселенского Собора говорится о том, чтобы это была женщина не моложе 40 уже лет. И один из трекователей канонистов говорит о том, что поступало, говорит, о вдовах. А если женщина до 40 лет сохранила чистоту, девственность, то скажет, ну можно и в 40 вроде бы. Вот. Следователи говорят о том, что было два, по крайней мере, чина диаконис. Одни были диаконисы по рукоположению, так иногда это называется, прям хератония. То есть вот вопрос в том, у литургистов было ли это служением каким-то еще литургическим, или это только социальную миссию. Вот, скорее всего, это была только социальная роль, то есть они не произносили ягтени, как диаконы, они не участвовали в литургии, и поэтому их служение так быстро как бы сошло на нет, потому что со временем и само служение диаконов социальное тоже сошло на нет. Вот. По сути, это были помощницы диаконов, потому что диакон в Древней Церкви разносил причастие по домам, тем людям, которые по каким-то причинам не могли на литургии участвовать. Вот. Диакон, как мы читаем в книге «Деяния», занимался социальным служением раздачи милостыни бедным, среди верных раздачи милостыни. Вот. В чем-то эту роль помогали ему выполнять диаконисы. Потому что были дома, как Епифаний Кипрский, по-моему, пишет, что в некоторые дома неприлично диакона посылать, поэтому пусть епископ посылает туда диаконису. То есть это может быть и гарема в чем-то, куда не мог вообще мужчина войти. Если в гареме была христианка, то, соответственно, какие-то диаконские роли выполнял диаконисы женщины. Ну и вообще римский дом, он делился на две части, на мужскую и женскую, и в так называемый геникон, то есть в женскую часть дома мог входить только муж и служанки, и обязательно женщины. То есть никакой посторонний мужчина не мог войти на женскую половину дома. Поэтому, конечно, диакон, если в случае, что на женской половине дома жила христианка, войти и причастить ее не мог. Ну, несмотря на это, было еще и возложение рук. То есть вот если, скажем, и на самом деле это хератония, то есть диакониса поставлялась возложением рук епископа, и он читал несколько молитв на ней, и возлагался орарий. Но не как на диакона, а крестообразно, как вот на иподиакона возлагался орарий. Напомним, что орарь это такое лентие, вот если, может быть, на службе были, на литургии, вот диакон держит в своей руке как раз орарь. Вот если его перекрестить на груди, то получается перекрестный орарь диакониса или иподиакона. Да. Но, повторюсь, литургического служения они не несли. Поэтому как только социальная роль, функция диаконов в церкви стала сходить на нет, соответственно, и нужда в диаконисках тоже отпала. То есть это был такой социальный институт. Попытки возродить начались где-то в 18-19 веке у протестантских общин. По сути, это сестричество. И, кстати, у нас тоже до революции Марфа-Маринская обитель вполне себе тоже в чем-то можно назвать институтом диаконис, потому что они несли очень большую социальную роль в служении, помогая. И, по сути, сестры-милосердие, медсестры, это тоже родилось оттуда, из этого попытки возродить этот институт. Потому что социальное служение, оно, конечно, к женщине ближе. Все-таки женщина — это в семейной жизни помощница. И немного я отклонился. Был еще второй чин диаконис, которые были просто по одеянию. То есть вот в одном из мест упоминается, что с 25 лет девственницам, женщинам, девушкам, посвятившимся Христу, с 25 лет разрешалось носить одежду диаконис. Рукоположение, значит, совершалось уже где-то около 40 лет. Но были и, как бы вот, да, вот даже мучающая статья, например, того, что были диаконисы и младше этого возраста. То есть все это было на усмотрение епископа. И даже сама роль и функция диакониса, они были на усмотрение епископа. Как он пожелает применять вот эти? Самое интересное, что когда исследователи, археологи, историки исследовали римские катакомбы, то настенная роспись, которая там была представлена, обычно тоже, поясним для наших телезрителей, сам себя перебиваю, что катакомбы, по сути дела, это кладбище. Вот, то есть это места, где были захоронены родные и близкие, но для христиан еще и мученик, который отдавал свою жизнь за Христа. И на его гробе совершалась божественная литургия. Ну, гроб себе надо представлять не как сейчас, да, деревянный ящик, а это была плита, то есть это была именно могила, склеп, и на плите, которая лежала на этом склепе, совершалась божественная литургия. Так вот, в этих катакомбах тоже такой интересный момент. Логично же было бы как раз изображение, ну, как не знаю, в древнеегипетских пирамидах загробной участи души, то есть вот как она идет, как она преодолевает некие там мытарства. Ну, для первых веков христианства была абсолютная, ну, то есть такая отличительная черта, абсолютное, даже индифферентное отношение к смерти. И там стены украшались именно сценами крещения и сценами поставления не диаконов, а именно диакониз. То есть там написаны были женщины, женские фигуры в красивых длинных белых облачениях, что подчеркивает нам на самом деле важность женского служения в принципе. То есть обычно-то христиан обвиняют, что женское существо, да, то есть женское естество, женщина, женское служение в церкви принижается. Всячески ее как-то вот церковь пытается закабалить. Но это все рассказывается как-то исходя из средневековых каких-то практик и так далее. На самом деле все было не так. Именно с момента Богородицы женское служение, оно возвышалось на уровень почти апостольского. Да, и мы помним с вами мироносец. Может быть тогда мы, батюшка, скажем с вами еще и о феномене мученичества. Почему вот в первые века, это мне кажется крайним таким полезным назиданием будет для современных христиан, и в том числе это как некий мостик в ту передачу, в которой мы говорили с вами о крещении. Вот, потому что у меня была раньше такая провокационная практика, провокационный вопрос. Готов будешь умереть за Христа? Да, потому что ведь принимая крещение, принять крещение нужно именно с этой установкой, что если завтра, не дай бог, будут какие-то гонения и прочее, ты не должен с себя снять крест и отречься от Христа. Вот мученики, что это за феномен такой? В чем он заключается, наверное, в первую очередь? Потому что для людей, скажем, не совсем воцерковленных, это какой-то парадокс и нонсенс, что человек добровольно идет на смерть. Мы с вами как-то уже использовали аналогию фильма «Матрица». Я думаю, можно и продолжить, дополнить, скажем, немного. Потому что если для человека есть только этот мир, то, конечно, феномен мученичества, он как феномен фанатизма некого религиозного и больше ничего. Потому что, скажем, это есть и у сект исламских, которые взрывают с себя люди. То есть для них-то это тоже мученик. Ну а для остальных людей понятно, что этот человек просто под наркотическим воздействием, под психологическим воздействием был заставлен это сделать с собой. Вот христианское мученичество, оно отличается, потому что здесь нет элемента психологического, физического насилия над человеком. И люди принимали мучения за Христа в состоянии необъяненном. И тогда непонятно, что их вело, что ими руководило. Вот если только этот мир рассматривать как жизнь, то тогда мы не ответим на этот вопрос. Или нам придется отвечать на этот вопрос с позиции фанатизма, что неверно. И тогда надо понимать, что христианство дает человеку увидеть некий другой мир, вообще вечность увидеть. Потому что во Христе мы видим мир теми глазами, ну, глазами Божьими. И с перспективой вечности она полнее входит в жизнь человека. А тогда, понимая это, человек не разменивает на мелочи свою жизнь. Если встает вопрос, либо ты отрекаешься от Христа, либо мы тебя убиваем, то, ну, в виде перспективы вечности человек выбирает смерть. Потому что эта смерть не будет смертью. Эта смерть будет соединением со Христом. Но если мы отречемся от Христа, то это и будет смертью. По сути, как бы перед христианином таким образом ставится выбор двух смертей. Смерть вечной или смерть в этом теле. И логически поразмыслив, ну, и сердцем уверовав, человек выбирает путь этой смерти. Тем более, что этот путь, по сути, показал и сам Христос. Потому что он говорит, что нет больше любви, чем если кто положит душу свою за своих друзей, и сам восходит на крест, умирай за нас. И в этом плане очень примечательно житие самой мученицы Татьяны, потому что ведь она молилась за своих мучителей, чтобы Господь открыл им этот свет. И из ее жития известно, там, шесть или восемь человек, мужчин, которые ее пытали, они уверовали во Христа и были казнены вместе с ней. Ну, до нее даже, по сути. Тем самым приняв крещение кровью. Вот этот парадокс меня даже больше вдохновляет, что не сама вера этой же девушки, а то, что ее вера была настолько сильной, что она, молясь за своих мучителей, по сути, вымолила им спасение. Они как язычник, как неверующий во Христа человек, должен уверовать, чтобы отдать свою жизнь за Него. Вот это, наверное, более как-то невозможно это понять. Тут понятно, как бы вот человек, там, его отформатировали, ему внушили, что надо так, что либо ты со Христом, либо ты вообще нигде. Но люди, которые этого вообще не знали, это должен быть какой-то живой опыт. Это, наверное, что-то похожее, когда Матавилов просил Серафима Саровского показать, что такое жизнь в духе. И когда он его обнял, и как некий огонь его с небес осенил, он говорит, теперь ты понимаешь, что такое жизнь в духе? Как я могу тебе словами что-то объяснить? Вот, видимо, у святой мученицы Татьяны была такая вера, когда она могла этим огнем поделиться с людьми, и опаляясь, согреваясь, просвещаясь этим огнем, люди понимали, что, в принципе, да, можно за эту драгоценность, за эту вечность поменять и какую-то эту жизнь, которая наполнена непонятно чем. То есть когда человека заставляют мучить кого-то другого, разве это жизнь, по сути? Когда ты вынужден свою жизнь проводить, как палач, например, да, или как гладиатор какой-то там, выступая на арене, пока тебя самого не скормят львам. Вот. И христианство принесло в Римскую империю, в этот мир, струю Царства Божия. Благую весть о том, что Царство Божие стало близко. И вот, если человек ощущает эту близость Царства Божия, он готов на это все что угодно променять. Поэтому Христос и говорит, что Царство Божие подобно купцу, который коллекционирует жемчуга. И если он нашел одну очень ценную, очень дорогую, то он может всю коллекцию свою продать, чтобы только ее приобрести. Батюшка, у нас не так много времени осталось. Мне бы очень хотелось, вот, когда мы так воспели, можно сказать, да, Святую Мученицу Татьяну, подвиг Диакониса, ее женского служения. То есть, еще раз повторимся, да, Диакониса — это та, которая даже не только ходила на женскую половину часто языческого дома и, рискуя быть пойманной язычником мужем, скажем, причащала жену-христианку. Но это еще и та, которая ходила по тюрьмам, это та, которая перевязывала раны, скажем, каким-нибудь прокаженным, уязвленным, лежащим откровенно на улице, оставленным всеми людям. То есть, вот так уверовав во Христа, что восприняла всецело его жертвенное служение, вплоть до собственной жизни, свою жизнь тоже отдала. Вот когда мы так воспели Святую Мученицу Татьяну, я знаю, и нашим телезрителям это будет тоже полезно знать, что вы преподаете в Аэрокосмическом университете, вы имеете непосредственное общение со студентами. Давайте пару, тройку слов на путь студентам, да, в этот день. Что можно было бы, наверное, обращаясь к студенчеству сегодня, студенчеству, которое, как вот по мысли отца Андрея Кураева, отделено от богословия, отделено от некого универсального знания, то есть, часто только лишь какая-то узкоспециализированная сфера им подвластна, математика или физика или биология, а так, чтобы видеть мир в универсуме, часто им этого, ну, это их личные усилия, если они этого вдруг захотят. Что мы можем сказать студентам? Ну, студентам можно лишь пожелать, чтобы они захотели вот в универсуме все это увидеть, окружающую жизнь, чтобы они не боялись познавать и стремились к познанию. Потому что внутри человека скрыто, на самом деле, бесконечное пространство, божественное пространство в чем-то. Но для того, чтобы достигнуть этой глубины, нужно, конечно, приложить усилия. И мне кажется, что все-таки студенческие годы это возможность реализовать себя в чем-то, ну, и в социальном служении. В чем-то оно очень остро необходимо и в нашем обществе. Чтобы молодые люди могли утешить стариков. Чтобы молодые люди могли в детском доме сделать праздник для детей. Я думаю, что если современное студенчество будет приобщено к этим проблемам, болевым точкам нашего общества, оно очень многих ошибок избежит в своей личной жизни. Потому что, когда ты видишь глаза ребенка в детдоме, ты сам своего ребенка никогда туда не отправишь. Или там не будешь говорить девушке сделать аборт. То есть вот, прикасаясь в чем-то к страданиям этого мира, мы становимся ближе к Богу. Спасибо, отец Николай. На сегодня мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Я поздравляю всех студентов с их днем, днем российского студенчества. И, в общем-то, добавить мне больше нечего к тому, что сказал отец Николай. Познавайте. Помните, что вам дана великая сила познания. Познавать нужно не только науки, но, по сути дела, за этими науками, за познанием мира нам всем надлежит познавать Господа Бога и Его разумность, и Его любовь, и Его красоту, которую Он заложил в этот мир. Всех вас приглашаю завтра на богослужение в храм Святой Мученицы Татьяны при Госуниверситете в 9 часов утра начнется Божественная Литургия. Приходите помолиться и о своих студентах, но и тем паче приходите, студенты. Храни всех вас, Господь, Ангелы Хранители, с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok